МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь вечера в Украине на Интере подробности в студии Алексей Лихман. Смотрите в этом выпуске. Восточный фронт. Славянские террористы ведут минометный обстрел. В Донецке захватили больницу. Дни открытых дверей. Почему границы Луганской области распахнуты для террористов? Вашим, нашим, споем и спляшем. Народный депутат Украины едет развлекать крымских оккупантов. Сбит самолет. Из церкви встреляли блокпост под Славянском. Один человек убит и несколько ранен. Это последние сфотки с линии фронта. За ситуацией на востоке страны следит мой коллега Руслан Смещук. Руслан, какие у тебя новости на этот час? Продолжаются ли бои и не изменилось ли количество пострадавших? Действительно, несколько часов назад был сбит украинский самолет разведчика Ан-30. Пилоты сумели покинуть горящую машину, выпрыгнули на парашютах и уцелели. Кроме того, всю вторую половину дня под Славянском идут бои. Дело в том, что боевики разместили на территории кварталов жилой застройки 120-мм. Это тяжелое оружие. 120-мм минометы ведут прицельный огонь по позициям украинских военных. Есть погибшие и раненые. И антитеррористические силы не могут использовать авиацию, полноценно использовать авиацию и артиллерию. Из-за того, что террористы ведут огонь из жилых кварталов. Кроме того, сегодня были боевые действия под Мариновка. Это пункт пропуска на границе Донецкой области и Российской Федерации. Там террористы с двух сторон атаковали пограничников. Была использована боевая авиация. В результате более полутора десятков боевиков были уничтожены. Также были уничтожены три грузовика террористов и захвачен БТР, из которого они вели огонь по украинским пограничникам. Кроме того, у нас есть данные о пропавших без вести солдатах. К нам обратились родственники двух солдатов-срочников, которые служили на территории Луганской области в районе пункта пропуска Должанский. Так вот, эти люди нам рассказали, что после того, как основные силы пограничников отошли, их сыновьям позвонило руководство и сказало, что они вынуждены будут выбираться сами в гражданской одежде, где предварительно уничтожили оружие. Вот я предлагаю послушать комментарии родителей пропавших солдат. Сын сказал, мама, нас бросили. Все, мы не знаем, что нам делать. Командиры с нами остались, но они тоже не знают, что нам делать. Им пришла информация такая, робите, что хотите, как хотите, добирайтесь. Они все зібрались из трех этих частей, зібрались на Должанскому. Звезли туда все оружие, целый камаз оружия туда звезли. Значит, пришла информация такая, кто хочет, куда идти. Мы ехали в сторону Изюма. И связь с ним прекратилась вчера 9.30. Мы не можем их найти. Мы никуда не обращаемся, никто ничего не знает. Сутки не мают. Не питай. И вот эти люди рассказали, что куда бы они ни обращались, в милицию и в военные структуры, там не только не знают о судьбе их детей, но и особо не интересуются этим вопросом. Студия. Спасибо, Руслан. Все понятно. Это был мой коллега Руслан Смещук. Он следит за ходом антитеррористической операции на востоке Украины. Все больше звереют. В Донецкой области террористы взяли в заложники врачей. Жгут офисы журналистов и депутатов. Похищают милиционеров. О бандитском терроре на Донбассе Павел Мельник. Террористы берут больничный. В Донецке они захватили корпус областной больницы имени Калинина. По периметру автоматчики пациентов выгнали, врачей оставили. Кого и как собираются лечить, бандиты не сообщали. Туда были доставлены шесть раненых бойцов Донецкой народной республики. Какая дальнейшая судьба этого отделения, на данный момент такой информации мы не имеем. В Торезе пожарные расчеты не успевали сушить рукава. Офисы в городе вспыхивали один за другим. Выгорела редакция местной газеты «Горняк». Ранее бандиты уже громили ее за отказ изменить проукраинскую редакционную политику. А это офис главного регионала Тореза Виталия Кропачева. Накануне бандиты разнесли все в дребезги, а сегодня ночью сожгли. Моя позиция относительно того, что «Единая Украина» должна быть существовать и не существовать никаких ДНР, ЛНР, дает о себе знания. Также Кропачев подтвердил информацию об исчезновении двух торезских милиционеров. Они поехали в Горловку договариваться об освобождении начальника и не вернулись. Всего в плену у террористов уже семеро сотрудников Торезского городдела милиции. В Амбросеевке сотрудники СБУ предотвратили похищение полковника погранслужбы. Четверо задержанных бандитов также планировали взорвать местный пограничный отдел. У них изъяли три автомата Калашникова, пистолет Макарова, большое количество боевых патронов и два самодельных взрывных устройства. Должны были под видом сотрудников СБУ с корочками и с пистолетами зайти в кабинет главы администрации и забрать полковника. Информация, что террористы в Краматорске захватили детский дом и прикрываются от сил АТО младенцами не подтвердилась. Дом ребенка живет в обычном режиме. Все дети находятся на своих местах. В доме ребенка у нас на утро 60 детей. В детском доме Рощица и детском Краматорском приюте, по нашей информации, тоже все спокойно. Павел Мельник, подробности, телеканал Интер. Террористы подорвали последний мост, соединяющий север Луганской области с Лисичанском. Украинские военные отвечают атакой с неба. Последние новости из этой горячей точки прямо сейчас. Воздушная атака. В Луганской области уничтожены две базы боевиков. Одна из них блокпорт вблизи станицы Луганской и лагерь террористов на одной из турбаз. А встел начали рано утром. Зашли четыре самолета СУ-25. Открыли огонь кассетными ракетами по нашему лагерю. Наших двое тоже пострадало. Но известно, жертвы среди террористов есть. Но сколько именно, непонятно. Изначено две лонтажки с боеприпасами. Ще одна лонтажка с боеприпасами пошкоджена. В наследок чего, по рекордонным кампу, осталось 105 ящиков с боеприпасами. С рентуга был пошкоджен один ДТР. Сепаратисты подорвали очередной, уже четвертый ЖД-мост через Северский Донец. Это была последняя переправа, соединяющая Лисичанск с Севером области. А российские каналы сегодня показали. Пункты пропуска Дьякова и Должанский контролируют боевики. Украинские пограничники просто покинули боевые посты. Сегодня же Волчевский захватили здание СБУ. В этот момент там был только дежурный. Он не пострадал. Тем временем Болотов разрешил своим террористам убивать людей без суда и следствия. Мол, преступлений стало больше, а милиция не справляется. Поэтому будут расстреливать тех, кого считают преступниками прямо на улицах. Эксперты анализируют шокирующее видео, на котором по команде террориста-беса якобы расстреливают офицеров СБУ. Заподозрили. Постановка. Один из мужчин в белоснежной рубашке. И это после нескольких дней плена. И пятна крови после выстрела на ней не появились. Лис тоже не показали. Да и сам выстрел, судя по звуку, холостой. В СБУ это видео нам не комментируют уже второй день. Всего в руках террористов и в Луганской, и в Донецкой областях, по их словам, около 200 человек. На железнодорожном вокзале очереди. Люди пытаются покинуть опасный регион. Алена Центила, подробности, телеканал Интер. А прямо сейчас мы готовим материалы тех, кому все же удалось взять билет на поезд и уехать из Луганской области. Моя коллега и нажмут, проехала с ними до Киева. Кто сейчас готовит материалы о том, о чем удалось пообщаться, покажем сюжет немного позже. Дождитесь, пожалуйста. Обещанного перекрытия границы с Россией нет. Пункт пропуска Должанский. В Луганской области один из восьми КПП, которые вчера покинули украинские пограничники. Кто занял их место? И какова ситуация возле погранзаставы? Посмотрите, что увидели наши журналисты. КПП Должанский, возле российского города Новошафтинск. Недалеко от него палатки МЧС, где украинские беженцы могут временно разместиться, ожидая родственников. Вчера эту погранзаставу покинули украинские пограничники. Здание на замке. Нет и таможенников. А вместо украинского знамени уже развивается флаг так называемого Всевеликого войска Донского. Там казаки, вооруженные автоматами Калашникова и люди в камуфляже с георгиевскими ленточками. От комментариев отказываются. Но представились казаками первой сотни из Свердловска Луганской области. Уточняют Луганской народной республики. На вопрос, кто их руководитель, сказали. Подчиняются атаману Союза казаков-великого войска Донского Николаю Ивановичу Казицыну. Никакого пограничного контроля они не ведут, пропуская граждан обеих стран, как в Россию, так и в Украину. Машины проезжают спокойно. Они, эти ополченцы, не проверяют никаких документов. Даже вот мы сейчас находимся на территории Украины. Незаконно. То есть у нас нет миграционных листов. Мы не заполняли никаких бумаг. Просто показали паспорт. Они нас пропустили. Сказали просто вы идете сюда на свой страх. При обратном пересечении погранзаставы вооруженные казаки поторопили нас, сказав, что по их информации на КПП готовится авианалет. Кирилл Кривошеев, Розовская область, специально для телеканала Интер. Что творится на границе Украины с Россией, мы спросим у первого замглавы погранслужбы Украины Павла Шишолина. Здравствуйте, спасибо, что пришли, в отличие от вашего начальника. Хотелось бы ему сразу передать привет Николаю Литвину. Больше недели мы просим его стать гостем программы подробностей. Он почему-то нас игнорирует. Возможно, вы знаете почему. Давайте сразу к делу. Почему вы допустили, что на границе Луганской области дырка на дырке? Здравствуйте, спасибо за то, что я присутствую на вашей сегодняшней передаче. Я хочу сказать, что Николай Литвин никого не уходит от общения с прессой. На данный момент он находится на радио выполнение областей президента. Она длится неделю? Давайте ближе к ситуации все-таки. Одночасно, да. Ну, если запросили, то давайте же будем вести разговоры. По-перше, я хочу подякувать своим прикордонникам, особо в межах Донецка и Уганского загона, которые выполняют свои заведения по охране государственного кордона. И выполняют с честью. По-друге, обстановка на кордоне край складна. Она характеризуется кількома чинниками. Первый чинник. На протяжении двух остальных месяцев, на кордонную службу в контрольных прикордонных районах, на протяжении 500 км, на направлениях наибольшей активности бандитов, прикордонники стоят одни. Ни одного солдата Збройных сил, национальной гвардии, милиции, службы безопасности. Ни одного официального представника власти Украины там нема. Это по-перше. По-друге, все подраздели ДНС находятся в обозе. Они оточены, они прикрыты. Зриснены напады на прикордонные наряды, расстреляны прикордонные наряды. Вокуются дороги до местонесения службы. Поэтому я официально вам заявляю, на сегодняшний день, на низкие направления державного кордона, мы не совершим полный контроль обстановки. Подготовку вы провели соответствующую военному положению? Я вам хочу сказать, для того, чтобы провести подготовку соответственно до обстановки, необходимо для того, чтобы был задеянный весь государственный ресурс. Охрана державного кордона – это скупность загальнодержавных заходов, которые включают в себя дипломатичные, военные, организационные, военные, правоохранные. На ЖАН сегодня на кордоне только один аспект – правоохранный, Державная прикордонная служба Украины. Помощь сила ТОВИ. Я вам еще раз говорю на сегодняшний день, мы одни на кордоне. И только вчера, первый случай, когда произошел напад до 200 человек на пункт пропуску Маринівка, мы смогли доказать народу Украины, если есть взаимодействие между ТЦ, Збройными силами, авиации, наземными силами, которые пришли, мы могли вщент разбить вот такое величезное группование, которое текало на территории Российской Федерации. Больше 20 человек лежит в моргах, лишили БТР, лишили группу Украины. Сегодня формулись за рахунок Збройных сил, национальной гвардии, за рахунок МВС и прикордонников. Работа уже идет. И мы по новому лінію державного кордона. Что стоит, дозволите информацию, которую я хотел бы наголосить. Вчера урядом за подъемом Державною прикордонной службы, было припинено, тимчасово, в соответствии до 10 статті угоди между Украиной и Россией Федерацией, про пункты пропуску, пропуск через державный кордон в 8 пунктах пропуска, в 4-х международных, в 4-х місцевых пунктах пропуска, в 5-ти пунктах пропуска. Мы находимся, находятся контрольные органы, пропуск не здействуется. В 3-х пунктах пропуска на сегодняшний день мы сможем только оперативно контролировать ситуацию. По оперативной информации на сегодняшний день, которую мы отримуем, она, на жаль, где-то минимальна, пропуск там не здействуется. Российская сторона заявила, что она будет выполнять угоду про не здействие. Как исполняют, вы же только что с вами говорите. Я вам скажу про то. Очень кратко последний вопрос. Российские СМИ, пропагандистские СМИ, заявляют о том, что из Луганской области наши пограничники бегут целыми отрядами, с семьями и просят укрытие в России. Вы можете это подтвердить? Я проверяю полностью. Это российская информация, которая уже давно рассказывает небелицы про деятельность Державно-прикордонной службы, про деятельность в целом украинских силовиков и проохранителей на территории Украины. Я подтверждаю один случай. Когда на пункте пропуска Довжанской, после этого сдвигания, мы вымешены были перейти через территорию Российской Федерации и в следующий пункт пропуска на территорию Украины. Я подтверждаю этот факт. Но речь не идет. Речь не идет. Ци люди, 23 человека, сегодня, вчера в Миловом, прибыли и приступили до выполнения заданий в пункте пропасти Миловом. Спасибо за эту беседу. Граница с Луганской областью и России скоро будет перекрыта, пообещал Павел Шишолин, первый замглавы погранслужб. А вас всех хочу поздравить с праздником профессионалом. Спасибо огромное. И спасибо за вашу работу. Спасибо огромное. Мы продолжим выпуск. Готов уже сюжет о беженцах с востока Украины. Сегодня они заняли почти целый поезд, вот так их много. Отрезок пути с ними проехала и нажмут. И только послушайте, что рассказали ей люди. Этот поезд в расписании всего несколько дней. Дополнительный их Луганск-Киев. Скажи этим пассажирам, что будут рады поездке в жарких и тесных вагонах. Не поверили бы. Ведь взять билет на этот состав уже большое счастье. Им все равно, что де Юре войну никто не объявлял. Если над головами свистят пули, иначе и не назовешь. 17 вагонов. В каждом есть беженцы. С собой я везу, честно говоря, не особо много всего. Там всякие гигиенические принадлежности, один комплект одежды. Вагон номер 13, места у туалета. Но и это не умолило стремление двух луганских журналистов Сергея и Игоря уехать. Мне прямо сказали, что мы увидим тебя, поубиваем тебя и твоего этого дружка. Ну, имею ввиду моего коллегу. И, то есть, вот такая вот прямая угроза. Телеканал Ирта, где работал Сергей, закрыли. На их частоте теперь вещает российский. Наши журналисты не выдержали давления. То и против чего протестуют в их городе, они уже не понимают. Потому что вот эти люди, которые пришли, так называемые ополченцы, они сначала воспринимались, как будто это кто-то свой. Но чем дальше, тем люди спрашивают друг у друга, ты кого-нибудь оттуда знаешь? Ты знаешь кого-нибудь оттуда? Твой сосед, может родственник? Нет, если есть, то очень мало таких людей. В каждом вагоне едут целые семьи. Отчего? Показывает Руслан из Перевальска. Это город Перевальск, кафе Торнадо. На территории кафе Торнадо находится куча вооруженных людей. В основном это, как они пишут, на машинах, на стеклах, на машинах стеклах, написано Донское казачество. В поезде немало людей из Донецкой области. Прямого сообщения с Киевом нет, выезжают на перекладных. Жуткая атмосфера, в городе нет людей. Страшно выйти на улицу, потому что постоянно слышны взрывы и выстрелы. Валерия из Славянска ходила на референдум, ставила галочку за Донецкую народную республику. Уверяет явка была процентов 80. Теперь же 50 процентов жителей из города уехали. Люди пошли, люди побежали еще в начале. Просто потому, что они хотели что-то изменить. Что будет дальше, они не знали, они просто не хотели молчать. Среди пассажиров затерялись неразговорчивые молодые парни в камуфляже, едут из Днепропетровска, себя называют батальоном Днепр-2. Мы обороняем территорию тихо, чтобы не было сепаратистов, никто не зашел. Официального статуса беженцы у пассажиров этого состава нет, но многие именно так себя называют. Сказать дома, что они за Украину не рискуют. Потому что там ходят бандиты. Маленький Кирилл полдороги ехал, укрывшись украинским флагом. Эта семья его взяла с собой в Житомирскую область. Там их приютят в пансионате. В пансионат, в гости, к родственникам едут кто куда может. Надолго ли отвечать боятся? Было бы куда возвращаться? Вот и Сергей с Игорем надеются, что в Киеве им повезет. Вот как раз в день журналистов то, что я приехал в Киев, это как раз символично, то, что мы все приехали в этот день. Так что пусть киевские работодатели ждут нас. Им нажмут Андрей Костюк, В Одессе сегодня первая волна беженцев из Донецкой и Луганской областей. Поезда переполнены. Чиновники и общественники работают в авральном режиме. В первую очередь расселяют социально незащищенных. Продолжит Андрей Анастасов. На Одесском вокзале столпотворение сразу несколько сотен детей. Это воспитанники интернатов Луганской области. На море они будут отдыхать по крайней мере до конца августа. Все расходы взяли на себя местные власти. Все дети, все 497 будут в одном оздоровительном центре Сергея. Чуть ранее на вокзале встречали другую группу из Славянска, Краматорска и Донецка. Это в основном инвалиды-колясочники и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Те, кому, в отличие от остальных, убежать от войны намного сложнее. Татьяна приехала в Одессу с сыном Володич. В Донецке В Донецке там всех расстреливают. Мне даже было страшно. Он боялся ехать. Говорит, что пристрелят на ожиданном вокзале. Говорит, давай дома останемся. 35 человек расселили в санатории Куяльник. Координация, перевозка, финансирование, забота активистов совместно с инициативой Натальи Королевской «Дорога жизни». Бесплатное проживание и не только гарантировали чиновники. На начальном этапе нам казалось, что на питание мы будем собирать деньги сами. Но так получилось, что нам предложили бесплатное питание. Это серьезный такой бонус, которого мы не ожидали. Королевская говорит, в нынешней ситуации важен пример именно такого взаимодействия. И его как можно быстрее нужно использовать по всей стране. Ведь на Донбассе еще тысячи нуждающихся в помощи. Здесь очень важно, чтобы это была государственная программа. Мы готовы показывать пример, как это можно максимально сегодня оперативно и эффективно делать. Потому что время идет на минуты, на часы. Это подтверждают жители Донецка. Мария приехала в Одессу с сыном-инвалидом. Впервые за последние недели вздохнула с облегчением. Самое главное, что нет взрывов, бомбежек, нет слез, криков, которые у нас в городе сейчас на каждом углу. В ближайших планах у одесских волонтеров и дороги жизни вывезти из Славянска еще полсотни инвалидов-колясочников. Говорят, эти люди в буквальном смысле прячутся от военных действий по подвалам. Как их переправить в Одессу, об этом сейчас ведут переговоры. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Они общались. Путин и Порошенко пересеклись не только взглядом на нормандском побережье. Главный итог встречи переговоры начнутся уже в воскресенье в Киеве. София Гордиенко передает из Европы. Это история начала конца Второй мировой. По крайней мере для старой Европы. Американцы и англичане с моря и по воздуху в 7 часов утра высаживаются на нормандский пляж. Две трети этих солдат никогда не вернутся домой. Тогда, в 1944-м, небо было свинцовым, а море окрашено кровью. Спустя 70 лет в Истрихе солнце. Ветераны вспоминают, тем утром не сразу поняли, куда попали. Мы приплыли и не можем понять, чего так тихо. То ли немцы спят, то ли завтракают. Было 7-15, но спустя полчаса они нам дали жару. В память тех, кто не вернулся, почтили сегодня лидеры их стран. Английская королева прибыла на кладбище воинов Ее Величества. Американский военный погост в Кольвельс-Рюмер посетили Обама и Оландс. Но так получилось, что Нормандия войдет и в современную историю из-за двух приглашенных гостей Владимира Путина и Петра Порошенко. Увидятся или нет, смогут ли пообщаться, камеры следят за каждым их движением. Во время торжественного обеда они на разных концах стола. Я рад вас приветствовать на этом обеде, который приготовлен шефом местного ресторана здесь, в Нормандии. Спасибо всем. После приветственной речи Оланда операторов попросили удалиться. Так что, кто с кем и как общался тайно. На групповом фото между Путиным и Порошенко тоже дистанция. И вот снимки, облетевшие мир у входа в Шато-Бен-Увиль президенты Украины, России и Германии разговаривают. О чем пока неизвестно. Выражение лиц не очень приветливое. Позже пресс-службы французского и российского президентов заявили, Порошенко и Путин общались. Коротко. На тему регулирования кризиса на востоке Украины. Настрый был очень напряженный. Незваживая на это, есть добрым фактом, что диалог начался. Мы ждем ближайшим моментом заявки о вызнании выборов с боку Российской Федерации. Все вопросы шли непросто. В том числе реакция на поднятие темное вопрос по Крыму. Но мы будем наполегливо добиваться тех целей, которые мы поставили перед собой. Что касается руконеподаваемости Путина, западные политики в этом деле непоследовательны. Вот Меркель сегодня перед встречей, на которой обсуждают украинский вопрос, жмет руку Путина. Здоровается и Алланд. Его бывшая гражданская жена позлорадствовала в Твиттере. Может расставание и не так плохо. Ей на протокольных мероприятиях не придется прикасаться к Владимиру Владимировичу. Вчера во время встречи в аэропорту Парижа Дэвид Кэмерон избежал рукопожатия. И не только он. С Бараком Обамой российский президент встретился взглядом на торжествах. Все замерли, но политики демонстративно отвернулись друг от друга. 70 лет назад, благодаря высадке союзных войск, удалось победить фашизм. Сегодня в Нормандии на самом деле опять идут дипломатические сражения. Они невидимы, мы не знаем, о чем говорят политики, но результат этих сражений станет понятен по тому, как будут развиваться события на востоке Украины. София Гордиенко, Василий Тружковский, подробности телеканал Интер, Франция, Уистерхем. Запад не оставляет попыток договориться с Россией об Украине, но без Украины. МИД Германии на официальной странице в Твиттере сообщил о трехсторонней встрече Германии, Польша, Россия. Пройдет она в Санкт-Петербурге 10 июня на уровне министров иностранных дел. Речь пойдет об Украине, при этом в сообщении ни слова об участии украинской стороны. Они улетели и не обещали вернуться, но, возможно, придется. Федеральная миграционная служба России может экстрадировать в Украину, приближенных к Виктору Януковичу. Долго ли последнего будут укрывать в России? Наш московский САПКОР Дмитрий Еловский продолжит тему. Пока угроза депортации возникла над бывшим исполняющим обязанности премьер-министра Украины Сергеем Арбузовым и экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. Им, как и, в принципе, любым другим украинцам, которые приезжают в Россию, можно провести на территории этой страны до 90 дней за полгода. И, по идее, этот срок вот-вот истечет, ну или уже истек. По крайней мере, источник издания РБК Украина говорит, что в Москве уже в высших политических кругах обсуждают возможность отправить этих политиков обратно на родину. В руководстве Федеральной миграционной службы тем временем пока что предпочитают хранить молчание и никак не комментируют эти новости о возможной депортации. Но, впрочем, список безбеглецов, которые после падения режима Януковича нашли пристанище в России, конечно, был бы неполным без экс-генпрокурора Украины Пшонки. Его будущее тоже пока не ясно. А вот сам экс-президент Янукович похоже, пока что может чувствовать себя на территории России как дома. Здесь мне трудно давать какие-то комментарии, поскольку человек в свое время обратился с просьбой об обеспечении его личной безопасности, и такие гарантии и возможности были предоставлены. По некоторым данным, и один из самых молодых украинских олигархов, близкий к экс-президенту Сергея Курченко, тоже нашел приют на территории России. Вместе говорят о его теплых отношениях с российским бизнесменом и главой компании Базел Олегом Дерипаской. Говорят, что у них давние деловые и дружеские связи. А учитывая, что Курченко недавно вложился в покупку сети автозаправок на территории Крыма, о его будущем в России в принципе можно не беспокоиться. А вот еще один близкий к Януковичу чиновник Андрей Портнов. Это бывший первый заместитель главы его администрации на днях заявил, что собирается вернуться в Украину и более того продолжить там свою политическую карьеру. Но правда с небольшой оговоркой Портнов собирается сделать это не в ближайшее время, а лишь когда спадет опасность. Пока же на территории Украины его ждет несколько уголовных дел. А в Европе заморожены счета. Но впрочем попадание в черные списки с Портнов, как и другие члены команды Януковича собирается оспорить. в суде. Дмитрий Ивовский, Олег Неведомский. Подробности Московской бюро телеканала Интер. Пашинский ушел из администрации президента, подал заявление на имя Турчинова. Теперь снова вернется в Раду, ведь мандат предусмотритель на все эти месяцы он не сдавал. Не заметили в парламенте сегодня Александра Ефремова. Вчера его обвиняли в пособничестве террористам, напомню, а подробности интересовались, не сбежит ли он из страны. Вылетел из парламента и один из российских журналистов. Вот кто его пинками провожал, видела Екатерина Лысенко. На площади перед Верховной Радой с самого утра готовятся к завтрашним торжествам. Напротив входа вешают герб. Привезли декорации, аппаратуру, красную дорожку, она пока под черной пленкой. Подготовка и внутри парламента, в кулуарах, много техники, готовится и Турчинов сдать пост. С улыбкой говорит о своем последнем рабочем дне. И нардепы надеются вздохнуться облегчением. Будет полегшение и уряду, и парламенту в том, что появился еще один полноценный, легитимный орган влады. Мы уже не побачим слава Богу выступы председента, который будет называть себя единым легитимным образом. Но в кулуарах не только праздник, но и скандал. В день украинской журналистики российского репортера выгнал из парламента Олег Ляшко. Вы не имеете моральное право проходить в украинский парламент. Вот такие паспорт. Российский вон отсюда. Вон отсюда. Я сказал. Вон отсюда. Нагоняй получила и охрана. Аккредитация скасована. Работа решила не будет повидать. Потери и у регионалов. Из фракции вышли еще два нардепа. Итог минус 22 депутата за неделю. К слову, лидер фракции Александр Ефремов сегодня здесь так и не появился, несмотря на обещания. Зато в кулуарах загорелый лидер коммунистов Петр Симоненко. Он только что из Барселоны, но убеждает. Крымский пляжный европейский не менял, а летал на переговоры с семьей на 10 дней. Я за полтора тижня закинчив полностью переговоры, которые у меня произошли с левыми партиями Европы. В самом зале работа не кипит. В повестке дня в основном законопроекты в первом чтении лишь один в целом об упрощении закупок для Минобороны. Голосовали снова после уговоров. Прошу всех закликать до зала, шановые коллеги, и препятнете гулять в кулуарах. Приняли со второго раза, но главное сегодня отчет правительства за первые сто дней работы. Главное дефолта избежали, говорит Яценюк. Впереди еще борьба с коррупцией, судебная реформа, децентрализация власти, изменения в конституцию, бюджетный кодекс, объединение страны. Но у депутатов уйма вопросов. Главный куда пошли миллионы, которые люди собирали на армию и миллиарды из бюджета. Мы только БТР купили почти на 600 миллионов гривен. Я не скажу уже про стрелецкую зброю, про 5 тысяч бронежилетов, которые купила Национальная гвардия. Купили 500 бронежилетов. Какой качестве это бронежилеты, какого они ступеню захиста. Сегодня мы слышали только цифры, которые мало про что говорят. Насто мало было времени для того, чтобы почути ответы на все вопросы, потому что очень много и в экономической социальной справедливости. Екатерина Лысенко, Ирина Арманова, Владимир Самченко, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Эксперты подсчитали, как изменились основные экономические показатели за 100 дней работы правительства Иценюка. Цена на газ для населения выросла более чем наполовину. За электричество украинцы стали платить больше, от 10 до 40%, а тепло подорожало на 40%. Больше приходится тратить и на продукты питания. К примеру, цена килограмма свинины повысилась на 20 гривен, пачка масла на 5, овощи и фрукты подорожали вдвое. При этом упал курс гривни. В начале марта доллар покупали за 10 гривен, в июне за 12. А литр бензина в среднем подорожал с 11 гривен до 16. Почем машина из Кабмина? Правительственный аукцион во второй части выпуска. Не пропустите. ВИП-авария в Днепропетровске. Ответят ли экс-губернатор и нардеп по закону? Иногда лучше молчать. За сколько серебряников украинские звезды согласны развлекать крымских оккупантов? Раз, два, три продано. Кабминовские машины пустили с молотка. Первый открытый аукцион по продаже авто из гаража правительством прошел в Киеве. Не продешевили ли и не разошлись ли машины среди своих? Проверял Максим Кошелев. Утром на товарно-сырьевой бирже Аншлаг. В очереди несколько десятков человек. Каждый мечтает прикупить себе машины желательно подешевле. Всего на торги Кабмин в этот раз выставил 73 лота. Тут и 600-й Мерседесы и более демократичные Фольксвагены и Шкоды. Замыкают список легендарные советские «Чайки» и «Зил». Аукцион виртуальный. Сами машины пока еще в привычном для них правительственном гараже. Но участники торгов раньше могли посмотреть и пощупать их. И только потом решать брать или нет. Таких гласных торгов которые в нашей стране мы проводим реально впервые. Когда есть доступ открытый всех средств массовой информации всех участников все находится в открытом режиме. Кто больше даст тот и получит машину. То есть так. Впрочем некоторые игроки пришли на аукцион что называется на удачу. Шкода. Шкода «Октавиа» пятая. Посмотрели уже? Не получилось посмотреть потому что я узнал об аукционе уже последний день регистрации поэтому пришел уже так с репой. Ну цена скажем так меня успокаивает что если что то с машинами то там. Стартовые цены и правда кажутся смешными по сравнению с рыночными однако за эту сумму машину не купить. Обязательно нужно повысить ставку хотя бы на один шаг. Это 10% начальной стоимости. Выиграть аукцион из-за отсутствия конкуренции тоже не выйдет. На каждый лот нужно минимум два участника. Кстати на многие машины таковых не нашлось вовсе. Несмотря на привлекательную стартовую цену большей популярностью на сегодняшних торгах пользовались не роскошные представительские иномарки а более демократичные модели но либо же откровенно коллекционные варианты которые не найти в обычной продаже. Самая напряженная борьба разгорелась между двумя участниками за советский лимузин ЗИЛ-114 такие машины назвали членовозами из-за того что возили членов политбюро ЦК КПСС с полумиллиона гривен в ходе торгов цену взвинтили до 800 тысяч для автоколлекционеров такие аукционы золотое дно некоторые раритетные машины сохранились только в правительственных гаражах Те машины которые в этот раз никто не захотел покупать переоценят и снова выставят на торги чуть дешевле а на бирже уже готовятся продавать следующую партию авто из парка Минфина Максим Кошелев Сергей Килимник подробности телеканал Интер Поистине золотыми оказались запчасти купленные Одесской и Донецкой железными дорогами их общая стоимость более 2 миллионов гривен об этом сообщает сайт Наши Гроши с ссылкой на вестник госзакупок По ряду позиций цены вдвое выше рыночных к примеру болт купили по 120 гривен за штуку хотя на самом деле он стоит 45 напомню новый замдиректора Укрзалезницы Максим Бланк недавно заявил тендеры госкомпании остановлены для того чтобы разобраться с коррупцией еще в минувшем году конкурсы Укрзалезницы были одними из самых масштабных коррупционных деяний с хищением в размере сотен миллионов гривен есть информация что Укрзалезницы через подставные фирмы имел а может быть и до сих пор имеет отношение старший сын Януковича Александр так ли это мы уже проводим свое расследование смотрите материал в ближайшие дни скандальная авария в Днепропетровске Мерседес в котором находились экс-губернатор Днепропетровской области он же экс-глава Севастопольской администрации Владимир Яцуба и нардеп-регионал Евгений Морозенко протаранил встречную машину ее водитель госпитализирован накажут виновных или отмажут за расследование мажорной аварии следит Наталья Грищенко это произошло на выезде из Днепропетровска по дороге к престижному коттеджному поселку в Кировском по главной дороге ехала Нива с второстепенной на нее вылетел Мерседес ну там он гулял вот такая чуть-чуть и по этот что-то такое мы сразу давай сюда идти ого перевернулась машина водителя Нивы спас ремень безопасности сотрясение мозга ушибы но главное живой кто был в Мерседесе местные жители говорят Владимир Яцуба экс-губернатор Днепропетровской области и экс-глава Севастопольской администрации а также нардеп от партии регионов Евгений Морозенко их здесь видят часто это Яцубин только на пляже не брал на Днепре и настроили там замки через 10 минут после аварии сюда приехали местные журналисты и благодаря их видео которое попало в интернет история получила огласку на кадрах можно узнать и Яцубу и депутата Морозенко я никуда не ехал ну вы не ехали Владимир Григорьевич был взрыв Владимир Григорьевич тоже никуда не ехал журналист которая задавала неудобные вопросы говорит очевидцев на месте ДТП было много они рассказывали оба ВИПа были нетрезвыми поначалу собирались сказать об этом на камеру потом все как один отказались люди которые за вне камеры кивали головами говорили да я видел он вышел оттуда а этот вышел оттуда как только мы подходили говорили не а мы только что подошли нет 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 нас здесь не было пострадавший водитель Нивы тоже молчит средствию внезапно заявил претензий не имеет и вот как эту историю комментируют сегодня в милиции за рулем была женщина ну и всех интересует бывший губернатор господин Яцуба находился в Мерседесе за рулем по нашей информации он не был Владимиру Яцубе мы не смогли дозвониться телефон отключен а вот с помощником регионала Морозенко пообщались в момент совершения аварии Евгений Владимирович восстановили в ней было в прокуратуре начали расследование однако говорят вряд ли водитель Мерседеса кем бы он ни был светит уголовная ответственность на состояние киминальной ответственности будет зависеть от ступени тяжкости телесных пошкодов если он не зависит легким то это административная ответственность были ли вип-персоны трезвы кто был за рулем Мерседеса результаты расследования правоохранители обещают обнародовать через несколько дней однако не исключено историю могут замять так бывало не раз Наталья Грищенко Евгений Коденцов телеканал Интер Днепропетровск нешуточные страсти разгораются вокруг авиазавода Антонов и его руководителя Дмитрия Кивы расшатывать кресло под ним начали еще два месяца назад и с тех пор ищут повод как бы уволить кто позарился на лакомую должность Елена Зорина выясняла последний штрих на пассажир с команд 158 отлаживают шасси уже в июле этот самолет отправится на Кубу приходится работать три смены для того чтобы выполнить условия контракта где-то на месяц мы идем с опозданием есть предварительные договоренности с украинским Минобороны в перспективе контракт с Казахстаном сейчас на заводе готовы производить по 12 самолетов в год а 5 лет назад его чуть не закрыли мы приходили стекли крыши мы убирали воду мы берегли те майно яке воно было я к нас был начальник цеха Корчески люди добрые я прошу вы не извиняйтесь придержите хоть что есть предприятие заработало лишь благодаря назначению Дмитрия Кивы говорят работники он посвятил авиазаводу полвека но 2 месяца назад над ним нависла тень увольнения в апреле Камин лишил Кивы должности главы правления концерна Антонов наставил руководить авиазаводом теперь и эти обязанности временно исполняет его зам нам то звонят то вот приказ уже подготовлен то вот уже он подписан то вот 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 и куда бы ни обращались все как то как какая то команда очень жесткая работает против коллектива это люди из команды Клюева сам авиаконструктор уже неделю на больничном пока уверяет при должности ведь никаких приказов не видел и тем более не подписывал я думаю что за этим стоят чиновники которым интересы авиации и интересы Украины далеки и некоторые возможно депутаты постоянные наезды они были а сейчас к сожалению уже жесткая попытка реализовать согласие на увольнение кроме правительства должна дать и киевская городминистрация ее руководитель даже знает кого подготовили на замену но имен не называет это действительно своя людина эта людина 10 лет работала в России его даже администрации запрещен Яценюк возможно этим не задоволен был он мне даже звонил но это было мое решение в правительстве уже второй месяц ситуацию вокруг Антонова не комментируют сегодня запросы подробностей оставляют без ответов а эту стопку бумаг для Кабмина собрали на предприятии там 9 тысяч подписей в поддержку руководителя пакет подписей вручили премьер-министру до сих пор реакции действия мы никакой не получили кто же будет руководить авиазаводом теперь этот вопрос антоновцы хотят задать президенту через две недели они обещают прийти с пикетом под его администрацию Елена Зурина Вадим Сверидонов подробности телеканал Интер кому война а кому мать родна украинские певицы Таисия Павали и Ани Лорак поедут давать концерты в оккупированный Крым Павали а я напомню что она кроме прочего еще и народный депутат Украины споет даже на праздники России сколько стоит патриотизм разбирался Алексей Пшемызский военная агрессия высоким гонораром не помеха вот неделю назад певец Потап снимает штаны на вручении престижной премии в Москве и благодарит Россию за гостеприимство расклывается в благодарностях и украинская певица Ани Лорак сегодня я держу в руках эту награду но уже думаю что же такого сделать в следующем году чтобы много удивить моих любимых зрителей и все-таки удивило сегодня на сайте певицы появилась афиша турне Симперополь Севастополь Ялта Судак Феодосия выступать в оккупированном Крыму артистка не прочь отправиться в турне на полуостров планирует и Таисия Павали народная артиста Украины и народный депутат будет петь в оккупированном Крыму на праздники России для оккупантов муж певицы и ее продюсер уверяет никакой политики здесь нет только бизнес Мы очень давно подписали контракт об участии в этом фестивале музыка и песни они наоборот они должны объединять народы нам надо снизить вот этот уровень градус негатива показывать хорошие песни Некоторые нардепы уже высказались за то чтобы лишить Павали мандата если она таки споет на праздники оккупантов а коллеги по цеху удивляются Когда гибнут люди шоу-бизнес не имеет значения я не поеду на полуостров пока он снова не станет нашим Интернет сразу разразился гневными комментариями в адрес певиц Понимает ли Лорак что после выступления в Крыму ей как бы в Киеве делать нечего Гроши головные мораль и патриотизм пусть и слова краще бы выступили перед нашими солдатами на Донбассе А еще вспоминают артиста Вахтанга Кикабидзе который в ответ на агрессию против Грузии в 2008-м отказался от Ордена Дружбы и до сих пор не выступает на территории агрессора И пока артисты готовятся петь под возгласы Россия украинские военные в Славянске поют под свист пуль И кому как не им сейчас нужна поддержка наших звезд И что-то там еще Тролля Правда гонорары и престижные премии там вряд ли светят Алексей Вшимысский Вадим Сверидонов Подробности Телеканал Интер Выпуск на этом закончен Спасибо вам огромное за внимание и до встречи на Интере КОНЕЦ 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 КОНЕЦ